Повязка Дальше мы и будем обрезать вешалку А дальше выпрямляем вешалку при помощи плоскогубцев Дальше при помощи распарывателя Вскрываем пару стежков на нашей заколочке В полученное отверстие продеваем проволоку и зашиваем Ну вот, так намного лучше И это не единственный способ применения вешалки в доме Сделаем подставку Берем вешалку Сгибаем Хорошенько сгибаем Теперь при помощи плоскогубцев загибаем концы Загибаем крючок в центр Вот таким образом Выгибаем вешалку И цепляем за крючок Вот такая подставочка у нас получилась А еще можно посмотреть фильм Фильм включили, теперь можно заниматься кухонными делами Ну а чтобы рецепт был всегда под рукой В этом нам тоже поможет вешалка Берем плечики с двумя зажимами Закрепляем наш рецепт И располагаем там, где нам удобно Вот так На кухне очень часто нужно полотенце И чтобы оно всегда было рядом Нам тоже поможет вешалка Растягиваем вешалку из проволоки И делаем из нее восьмерку Теперь складываем из полученной восьмерки колечко Красоты придадим при помощи ленточки Закручиваем все колечко Ленточкой цвета, который вам нравится больше всего Ну а если вы любитель бумажных полотенец То вот вам секретик, как приспособить на кухне и их Опять же при помощи вешалки Разрезаем вешалку посередине Вдеваем с обеих сторон полотенце И располагаем там, где нам удобно Но если вы хотите подвесить цветок То вам понадобится две вешалки Растягиваем вешалку Хорошенечко ее вытягиваем Закручиваем вешалку посередине И полученное маленькое колечко Загибаем Все то же самое проделываем со второй вешалкой Вот так теперь выглядят наши вешалки Теперь совмещаем их И подвешиваем туда, где хотим, чтобы был наш цветочек И это далеко не все способы применения старых вешалок в доме Если вы знаете какие-то домашние хитрости И готовы ими с нами поделиться Отправляйте их на нашу почту Сегодня дом преображали Виктория Лазарева и Константин Шубкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова